Всем привет, народ! Сегодня четверг, с вами Ани Релли. Неожиданно видео начинается не с обычного экрана, а с логин-скрина. Потому что в этот четверг у нас патч, и злонги что-то странное намутили с логином. Выглядит это вот так. И означает это, что вы можете с помощью телефона залогиниться на компьютер. Нобственно, это нововведение только для PC-клиента. На телефоне, я думаю, что у вас ничего не поменялось, вы даже ничего не заметили. Идея в том, что вы сканируете этот QR-код игрой с телефона, что позволяет вам таким образом залогиниться. Обычно это на самом деле используется мерзопакостными бустерами, чтобы залогиниться на чужие аккаунты. Поэтому тот факт, что мне прямо в лицо скинули QR-код для бустеров, это меня, мягко говоря, даже оскорбляет. Но это еще не все. Ну и, как нормальные люди, нажимаем вот сюда вот на экранчик, в правой части этой картинки. И можем спокойно зайти через Facebook, Twitter, Google или даже Apple. И у нас появляется возможность зайти с помощью имейла. Делается это... Секундочку. Делается это с помощью закладки «Инфо» внутри игры. Если вы вдруг не знали, а я готова вам об этом рассказать, у нас наконец-то появилась возможность привязки аккаунта к разным всяким соцсетям. Например, к почте, например, к Facebook, Twitter и прочему всему. То есть, наконец-то, злонги услышали наши вопли о том, что в России забанено через VPN заходится и в том подобном случае все, что угодно. И дали нам возможность привязать имейл. Поэтому, возрадуйтесь, люди, которым раньше приходилось заходить через VPN. Наконец-то, можно этого, слава тебе, господи, не делать. Это первое «Ура». Дальше. Переходим, собственно, к нормальным новостям, которые открываются уже с привычного всем экрана. Во-первых, самое прикольное, самое простое – логин-эвент. Просто заходишь, просто забираешь награды. Пять дней подряд заходим, получаем… Ну, не могу сказать, что прям большие крутые ништяки, но 100 кристаллов тоже, знаете ли, на дороге не валяются. Приятно. Еще есть хорошего. Нам добавили фарм-эвент. Неожиданно. Я не помню, на самом деле, чтобы он был в анонсе как-то указан. Все абсолютно стандартно. Четыре закладки. На четвертой закладке, скорее всего, будут бонусы для челлендж-уровней. Шарды и кириказы мы можем здесь нафармить. И все как обычно. Там ССР-оружие, аксессуар будет где-то, будет где-то руна. В общем, ничего нового. Что очень сильно радует, то что вот в этих вот фарм-эвентах есть бонусы для кастинга, в том числе для аксессуаров, для ковки. Этого мне вечно дико не хватает, поэтому вот эти коробочки я буду фармить первым же делом. И дай бог, если я удержусь и не сделаю это на 55-м каком-нибудь уровне. Я, ну, судя по тому, что это поздние ивенты, награда в нем крутые, скорее всего, здесь будет 70-й уровень фарма. Пока его не видно, но я прям 99% уверена, что он будет. Плохая новость состоит только в том, что здесь совершенно отвратительные герои, которые получают бонусы. Поэтому посмотрите прямо сейчас, возможно, вам стоит кого-то из них одеть, причесать за следующие там буквально неделю, несколько дней, пока открываются 70-й уровни. Потому что вот такой набор персонажей для фарма это прям удар по глазам моим, не знаю. Вообще не представляю, кем я буду, например, фармить вот нижний ряд. Придется одевать кларет и крестьяна и танчить. Какой кошмар. Второй ряд еще хуже, на мой взгляд. Как-то все очень жестоко, с моей точки зрения. Кроме этого, прежде чем мы перейдем к баннерам, надо не забыть про скинчики рассказать. В честь, я не знаю чего, это уже праздники после Дня Святого Валентина, наверное, как-то так. Нам добавили несколько новых скинов, два из которых, Альтемуллер и Ланфорд. Это повторы. А вот этот скин нам недавно показывали в сливах с Китая. Он прям совсем-совсем новый. И внезапно его дают нам сейчас одновременно с китайскими серверами. Я сразу сказала, что мне не нравится, как они нарисовали ему лицо. Он очень странно выглядит. Поэтому, конечно же, брать я его не буду. И вообще, я небольшой фанат Кватара. Но, не знаю, там, всяким любителям мальчиков с букетами цветов и корги. Корги тоже хорошо. Прежде чем переходить к нормальным новостям, собственно, про баннеры, хочу вам рассказать, пожалуй, что сегодня случилось страшное. То, чего никто никогда не ожидал. Слили четыре сервера. Два по два. Саврат, мой, мой, ребят, Саврат слили с Балдеей. И Кармен Сити с Дарк Кейвом. Нам за это скинули от щедрот пять ваучеров. Но, на самом деле, это выглядит как полный кошмар и ужас. Все, кто здесь с этих серверов, пишите мне в комментарии, насколько на вас это повлияло. Вообще, в принципе, это означает, что большому количеству людей придется заново перепроходить, например, Древний Зов. Потому что у вас стало вдвое больше народу на сервере. И вас, скорее всего, подвинули во всех рейтингах. Ну, автоарены и прочие интересные ранкинги, это ладно. А вот экспедиция, которая межгильдийский ивент, у нас теперь будет вдвое более сильная конкуренция. Мы и так-то всегда занимали второе место с моей гильдией. Сейчас будет вообще кошмар. Будет кровавая драка, лишь бы быть какими-нибудь непоследними. Выглядит абсолютно удручающе для меня, потому что я ненавижу эту экспедицию и все, что с ней связано. Еще фармить ее в усиленном темпе вообще прям фу. Блевать тянет. Все, короче, плохо. Вот. Хорошие новости. У нас сегодня два баннера. Оба баннера, я сразу скажу, на всякий случай. Первый вообще, шмота баннер. Здесь не бывает фокусов. И здесь не бывает пити. Поэтому, пожалуйста, не тяните отсюда, если вы только не отчаянный кит. И второй баннер. Это не фокусный баннер. То есть у вас есть 40%, 40%, 20% на офф баннер. С очень интересными персонажами. У нас есть Маклейн. И есть Трансцедентный. Причем... Маклейн. Я поиграла последние выходные в ПВП. Я посмотрела финалы Апекса вместе с вами, надеюсь, кто смотрел. И поняла, что Маклейн действительно классный персонаж. Он очень сильно мешает тем, что делает свои водяные тайлы на поле. Прям дико выбешивает этим. Плюс он ассасин. Может из-под танка кого-то выхватить. Так что он прям заноза в заднице. Классный герой. Не знаю, насколько актуально начинать его качать сейчас. Потому что уже немножко поздновато. Это не первое его появление в баннере. Это вот именно второе с момента, как он вышел. Но Маклейн интересный. Трансцедентный как был неинтересным, так особо интересным и не стал. Даже с учетом, что у него появилась личная шмотка. Но прикол-то в чем? Прикол-то в том, что у меня обоих персонажей нет. Поэтому если я что-то отсюда потяну, и это будет не слишком дорого, то это для коллекции, как минимум, в лучшем случае. На всякий случай, если вам интересно, никто из них никому бонды не блокирует. Так что на этот счет можно расслабиться. Для бондов вам их тянуть не нужно. То есть, если вы не знаете, нужны ли они вам, их можно скипнуть совершенно спокойно. Тем более, баннер нефокусный, и вы ничего особо не потеряете. А вот следующий баннер, я это уже сказала и готова повторить еще раз. Шмота-баннеры не имеют пити, не имеют гаранта. Поэтому, если вы не готовы вбахать в них несколько тысяч долларов, и вообще, в принципе, столько вбахивать в игру, то, пожалуйста, не стоит тянуть из этих баннеров. Через две недели, когда баннер закончится, три недели, судя по цифре на баннере, все эти шмотки будут добавлены в общий пул шмота, и вы сможете их вытащить обычным путем. То есть, тот же самый аксессуар, конечно, будет вытащить сложно, потому что пул большой шансов на конкретную шмотку мало, но точно так же здесь мало шансов на конкретную шмотку, потому что в этом баннере нет никаких гарантий, что вы вытащите именно вот этот аксессуар, например. Почему я все время говорю про аксессуар? Потому что это, на самом деле, главная звезда этого баннера. Шмоточка для танков с ХП и защитой, все статы плюс 5% и дает иммунитет к стану и сайленсу пассивок. В свете выхода на прошлую неделю всеми замечательный поляль, которая уже целую неделю, как попяливает всех в апекс-арене, очень больно станет, кого ни попадя, особенно танков болезненно, когда она станет. Вот эта шмотка призвана выйти вместе с ней, одновременно и контрить ее. Поэтому я понимаю, почему ее могут хотеть, но проблема в том, что шмота-баннер это бесперспективняк, ну реально. Кроме аксессуара, у нас есть шапочка на копию мечи и конницу, то есть тяжелая броня, дает мдеф вторым статом, ХП плюс 10%, когда вас атакуют, атака увеличивается на 8%. Это, кстати, выглядит как суперинтересная вещь для вернера в мече, например, потому что он вообще обожает, когда его атакуют, а еще если вот так вот сделать, то будет вообще умат. Для этого нужна специальная стойка и там всякие такие полные приблуды. Или такая шмотка может пригодиться, например, Хильде, если она у вас в копье или в коннице. Но в целом шмотка довольно странная. Тюр куда как более гарантированный и управляемый, потому что в тюре вы точно знаете, что вы можете дать себе бонус, а здесь то ли вас будут атаковать, то ли будут атаковать кого-то другого, неизвестно. В принципе, шлем хороший, я думаю, если он мне когда-нибудь дропнется, вот через 3 недели в общем поле, я его прокачаю. Посох. Маги, холики, демоны. Интеллект плюс 10%. Когда вы активно вступаете в бой, после боя накладывает 100% шанс на врага за предбафов на один ход. Это дебаф, который действует один ход, спокойно иммунит со всеми там стаками, розенцами и прочими иммунками, но он дает 100% шанс. Это приятно за предбафов. А скорее всего это будет суперчасто падающая палка, типа как левая рука богини. Вот помяните мои слова, вот ровно так и будет. Броня тоже тяжелая. У нас прям сегодня день тяжелый шапок, тяжелые брони. Дев-мдев 5%. Когда вы кого-то гвардите, то дев-мдев увеличивается еще на 10%. Это выглядит интересным для крестьяны в Древнем Зобе. Конкретно. Потому что там она на второй фазе будет всю команду гвардить от слаймов. И если у нее будет плюс 15% мдев, она там всех этих слаймов поперешотает. Для обычных условий. Опять же, вы никогда не можете быть уверены, что ваш танк будет гвардить, а не вашего танка, например, будут бить напрямую. Такое тоже бывает. Или наоборот. Поэтому надеяться прям на эту броню я бы не стала. Тем более, она хп не дает. Это меня обижает. Но в принципе, штука интересная. И опять же, если выпадет, я буду рада ее прокачать. То есть, в целом, во всем баннере есть одна офигенная шмотка, две неплохих и так себе посох, который, скорее всего, и так всем будет падать. Но никакой возможности вытащить что-то конкретное у нас нет. А поэтому мы страдаем. Вот. Теперь было бы время, самое время, перейти к новостям с Китая. Но сначала давайте я сделаю 20-30 тягов из этого смешного баннера и посмотрим, может быть, мне что-нибудь выпадет просто по приколу до Первой СССР. Или до 30 тягов просто пить и накопить. Десять. А сейчас будет 20. Больше 30, я думаю, я в этот баннер вкинуть не готова, хотя бы потому, что даже если мне выпадет именно Маклейн, то он мне в команду не подходит. А трансцендентного, между прочим, я могла вытащить на днях из специальной сумки. Да, у меня просто 30 пити и больше ничего. В игру добавили специальные сумочки, которые находятся, если вы помните, вот здесь. Для тех, кто заходит в игру уже 1500 дней, как вы видите, я уже захожу 1505 дней, дается специальная сумочка с 60 шардами любого персонажа из Мобайл-1 или Мобайл-2. У меня там были варианты взять Короля Кремзонии, Трансцендентного или Альфу. Я взяла Альфу, потому что где-то там в будущем, в далеком, она будет вместе в фокусном баннере с Кертезом, чтобы у меня была возможность взять Кертеза. Следующий бонус у нас будет на 1666 дней. А это пока не скоро. И награды, ну, довольно скромные, честно говоря, награды за 1500 дней куда поинтереснее. Вот, это пока что все на наших серверах, что интересного происходит. Так что пойдемте выяснять, что произошло в Китае. Ну что, ребят, Фейсбук нам приносит самые интересные новости. Коллаб. Все три будущих персонажа СССР. Качества уже известны, уже слиты. И некоторые из них даже официально затизили на Китаем, хотя, например, последняя девочка, вот, которая копейщица, пока еще нет. Но информация у нас уже есть. Плюс обо всех новых шмотках и скинчиках, и все-все-все. Давайте по порядку. Самая, на мой взгляд, интересная, но все еще недостаточно интересная, девочка-арфистка-лучница. Зовут Кирика. Фракция Коллабы. Елис Принцессы. Оба класса, у нее обе ветки-лучники. Талант. Атака до плюс 20%. В конце своего действия, если она в этом ходу не атаковала, тогда оставшиеся мувы конвертятся вплоть до двух раз в ее увеличенной рейндж-атаке, когда она использует дамажащие скиллы, учитывая в том числе и ауешки в линейку. Действуют два хода, не диспейлятся и стакается максимум до 8 рейнджа. То есть, переводим на нормальный язык. Если она постоит на месте или чуть-чуть совсем подвигается в начале самого своего первого хода в начале карты, то после окончания ее действия у нее будет рейндж вплоть до 2х ее мувы. И в том числе это касается тех мест, откуда она может стартануть линейные ауе скиллы. Линейных ауе скиллов у нее достаточно много. И просто сингл-таргет в том числе тоже. То есть, она такой самозаряжающийся тоже из классов турелей лучник. Из интересного, одноочковый скилл телепортит себя не очень далеко и в конце действия накладывает на соседних союзников на 10% увеличенный урон. Ауешка, если у нее есть стаки таланта, то стаки таланта это именно плюс ее рейндж, то скилл еще получает плюс 1 рейндж в плюс к ее стакам. Атакует всех врагов, наносит 0,3х урона и делает град стрел, фиксированный урон, если вы не подвигались в конце действия. То есть, если вы подвигаетесь, с вами ничего не будет. За каждую клетку, в которой вы двигаетесь, вас бьет меньше и меньше. Трехочковый скилл пассивно. Если вас атакуют рейндж атакой, то у вас есть 30% шанса прокнуть, прокнуть только, 30%, что весь получаемый урон снижен на 20%. Типа как броня тяжелая, ну как будто бы. Физический урон атакует всех в линейку, носят 0,6, это, кстати, дофига. Ауе урона ближайшему врагу, если его защита выше, чем магическая защита, то тогда она его бьет магией. Типа, что у него хуже, тем и бьет. После этого наносит 0,2 ауе урона тому, кто за этим врагом стоит и накидывает на все цели отмену шмотки брони, кроме максимума хп. Если мы это атакуем против НПЦ, то есть не в ПВП, то вместо этого просто минус 25% к защитным статам и мув минус 2 на 2 хода. То есть такая девочка Ауешер с увеличенным рейнджом и увеличенной атакой. И, кстати, не самыми плохими статами, чуть позже покажу, какими именно. Скорее всего, я предположу, что она будет главным интересом в этом баннере, потому что вторая ее подружечка, она выглядит немножко поскучнее, честно скажем. Соня это у нас танк с мечом тире скрипкой. Фракции коллаба принцессы глорики. Классы, оба класса у нее пехота. Видимо, она главная героиня, у нас других не бывает, все обязательно мечники. Талант. Получаемый урон снижается от того, сколько у вас союзников в радиусе двух клеток, вплоть до 25%. Либо если у вас нету союзников в радиусе двух клеток, тогда у вас урон увеличивается на 25% наносимый ей. Когда вы вступаете в бой, она такой первой. Воскрешается один раз за бой и вплоть до 50% хп восстанавливает. То есть, что это значит? Она такой вариативный танк, который, если у нее есть союзники, то по ней снижен урон на 25%. Если у нее нет союзников, она осталась одна, у нее увеличен наносимый урон ей, тоже на 25%. Я думаю, вы понимаете, в чем может быть бонус таких вещей. Защищает хорошо, если защитить не смогла, тогда мстит хорошо. Скиллы танкуют и магию, и физику, иммунитет к отталкиванию пассивный, гвард увеличивается до двух клеток, добавляет атаку к защите, получает команду. Союзники в радиусе двух клеток от нее получают на 10% меньше урона, когда их атакуют враги, которые находятся вне ауры команды. То есть, если враги подойдут ближе к танку, то это действовать, видимо, не будет, если перевод, опять же, правильный из китайского языка. Остальные всякие обилки позволяют ей немножко подхилиться, и у нее есть уматнейший совершенно трехочковый скилл. Активная часть. У нее два варианта этого скилла. То есть, сначала она таунтит, потом она прыгает и бьет. Как это происходит? Она выбирает одного врага, накладывает на него дебаф, дуэль. Враг больше не может в течение двух ходов. Целью для своих атак выбирать никого, кроме нее. Не дисплеериться, действуют два хода. Если мы не в ПВП, то просто минус 30% наносимого урона. Это фигня. Можно просто поизгаляться над вражеским ассасином, сказав, что типа сегодня ты атакуй, что к меня. Других целей для тебя на поле не существует. Такая ржомба. После этого она увеличивает атаку защитно на 20% на два раунда. и получает еще пассивно, что когда она бьет врага, с которым у нее дуэль, дуэль тоже, мне честная дуэль, шанс, чтобы они кританут снижен на 100%. Не дисплеериться, не иммуниться, действуют два хода. После того, как она использует эту способность, она меняет свой активный скилл на прыжок. Прыжок. Радиус три клетки. Прыгает, наносит 0,25 ауе урона всем врагам в радиусе двух клеток. Урон считается магическим и 50% шанса наложить дебаф рандомный. Если при этом вы своей уешкой задели того, с кем у вас дуэль на мужика, вы можете еще после того, как проуешили, подвигаться на две клетки и атаковать снова. И при этом с вас баф не стикивают там все как положено. После окончания этого эффекта собственно меняется на первую билку, которая опять позволяет вызвать на дуэль. Уматнейшие совершенно скиллы. Мне дико нравится, вообще дико радует, как это может работать. Как это будет работать на самом деле, мы уже увидим ближе к делу. Пока это возможность таким танком выключить любого ассасина, направив его именно в танк и фиг ты мне что сделаешь, я в другом городе. Из плохих новостей, у нее конечно же нет фракционного бафа, потому что фракционный баф был буквально недавно. У нас фракционный баф коллабов это Яньи 2.0, если вы помните. И ее трехочковый скилл это прыжок АОЕшка, ну кстати не самая плохая вещь, учитывая агрессивную мету, которая сейчас происходит в Китае, возможно им нужен еще один прыгающий танк как джаглер АОЕшщий. Мне пока дико нравится на самом деле, даже несмотря на то, что у нее нет фракбафа. Шансов, что вместе с ней вам дадут пикать Яньи примерно 0%, но хочется, понятное дело. Очень интересный персонаж. Вот эти две девочки у нас будут в баннере. Вот это Тян, это бесплатный СССР, поэтому все претензии собственно к ее статам и ко всему прочему отметаются, потому что она бесплатный персонаж. Фракции Калаба, Империя, Стратеги, классы Копейщик или Тун. В таланте, когда она дерется с юнитом, у которого не выше процент хп, чем у нее, атака и защита увеличатся на 20%. В конце действия у нее есть 50% получить заряд. Заряд дает, что в следующий раз, когда она активно атакует, шанс крита увеличен на 100%. Если вы скиллом атакуете, то кулдаун этого скилла сниже на 2 раунда. Все остальное это всякие ауешечки, телепорт врагов. Она накидывает гравитационное поле, которое имеет приоритет над тайлами другими. И если заканчивает враг в радиусе двух клеток от гравитационного поля свой ход, то его втягивает в это самое поле. Пассивно, когда у нее триггерится талант, который дает ей заряды, если у нее уже есть заряд, она получит боф хилимся на 30% своего хп перед тем, как атаковать или вступать в бой на один раунд. И активная часть атакует этого врага, полтора икс урона, считается этот урон магическим, кстати. Когда у нее милишные солдаты, солдаты тоже вместе с ней атакуют на радиус 2. если враг находится в радиусе гравитационного колодца, то еще раз после атаки будет ее физическим ауешкой бить врага, всех врагов в радиусе гравитационного колодца. Мне единственное смущает, почему у нее часть урона магического, потому что, насколько мне известно, она все-таки физический персонаж. Опять же, из датамайнов китайских сферов мы уже кое-что знаем по поводу этих персонажей. Танк у нас имеет два класса мечника, в одном у нее 5000 с лишним хп, но 549 атаки, в другом у нее 4800 хп, но 578 атаки. То есть, выбирайте, как говорится, вы хотите больше вваливать или вы больше хотите танчить. Лучница имеет божественные совершенно на 570 атаки для лучника это очень много и мало хп. Ну, так, стандартное хп, не танковское. А вот СССР персонаж имеет дофигища хп и при этом атаку просто какую-то абсолютно позорную. 533 у нее будет в копье и 561 у нее будет в летуне. Опять же, для сравнения, у танка 578, то есть, у нее меньше атаки, чем у танка. Ну, как я уже сказала, все претензии идут в никуда, потому что это бесплатный персонаж, и бесплатные персонажи они обычно вот настолько говненькие. Но, это, конечно же, не все новости, которые я вам хочу рассказать. Едем еще дальше. Нам стали известны следующие баннеры, и в этих баннерах мы теперь знаем, что Зерия до 2.0. Будет вне фокусе, естественно, чтобы она была в фокусе, с Акаей. Поэтому, если у вас есть Акая, если она у вас, как у меня, почему-то 6 звезд, то, может быть, вы не вытащили Зерия, да у вас будет второй шанс в вот таком баннере. Еще ожидаются баннеры Патсер, Джулиан, Вернер, старый, и Шелфанель, Виллер, и Олдюс, Отшельник. Такого баннера, насколько я знаю, у нас не было, но из этих баннеров меня не интересует ничего. Из такого баннера я себе уже своего Джулиана забрала, так что эти два я буду скипать. Вот этот интересный, но я его, конечно, тоже буду скипать, потому что Зерия да у меня есть, я ее с радостью качаю. Дальше нам показали две уникальные шмотки для наших всеми не особо любимых Лиобика и Теона. Шлем для Лиобика дает хп плюс 10%, и контракт, который он накладывает как баф, который дает дополнительную жизнь, чтобы вас не могли убить, этот контракт теперь не диспелится. Его личный дебаф, который он накладывает при ауешках, снижает кулдауны после того, как он наносит урон, и снижает он настолько, насколько врагов он своей ауешкой достал, но максимум на три раунда. То есть, ему позволяется почаще немножко ауешить, и его воскрешалка теперь не диспелится. Это все еще не та же самая воскрешалка, которая была у колабной девочки, которая просто пассивно всем вокруг дает возможность не умереть. У него все-таки это не так интересно, но это небольшое улучшение качества жизни. шлем для Теона хп плюс 10%, после как он забирает свой крутящийся клинок, получаемый ему урон снижен на 20% на один раунд. В конце действия рандомно в радиусе 10 клеток от вас на голове у какого-то из ваших врагов будет заспавнен крутящийся клинок. видимо ну да, видимо рандомно. Этот эффект срабатывает только один раз в два раунда. Что это вообще может означать? Я спросила нашего самого признанного эксперта по Теонам и мне сказали, что это шмотки какой-то шлаг. Чисто технически это конечно безумно интересно, что вы можете заспавнить дополнительный клинок на голову вашему врагу. Но так как он спавнится очень редко и сам клинок сам по себе не особо много дамажит, то это не очень полезно. А 20% пониженного урона после того, он забирает клинки, как сказал Пупырка, это мертвому припарки. То есть примерно ничего не дает. Не думаю, что кто-то кроме него вообще играет Теоном, поэтому более экспертного мнения я уже с извините найти не смогу. Дальше у нас появились новые ковки. Для Сумере, для Кремзонца, Мю и Мариэль. Сумере, атака защиты плюс 5%, ее ауешки танковские, от них эффекты не диспэрятся и добавляются к ним плюс 1 раунд длительности. Кремзонец, интеллект плюс 5%, когда его сама воскрешалка триггерится, кулдаун всех скиллов минус 3. Мю, интеллект плюс 5%, статы ее суммонов улучшены и им добавлен дополнительный видимо самохилл. И Мариэль. Атака плюс 5%, после того, как ее скилл убивает врага, вы получаете эффект святой ярости в конце своего действия. Не помню, что он делает, если честно, скорее всего, бонусный урон. Либо, если вы врага не добили, то его, видимо, застанет на один раунд. Тут уж, простите, мой перевод с китайской не очень хорош. Опять мы получаем 4 разных бонуса для персонажей, которых давным-давно добыли и никто в ПВП не использует с попыткой их воскресить в ПВП. Насколько это получится, поживем, увидим. Дальше у нас появляются ЕОЛ скины. Я бы не сказала, что особенно сильно интересные, потому что это просто, видимо, что-то из аниме. Школьная форма. Ничего особо классного. Вот этот скин это, по-моему, Аники на Ростома. Да, это Аники. Вот этот скин это Апекс следующего сезона, 15-го. Для чемпиона сезона будет скин на Вернера. Царский. Для 15-го сезона для Серебра, Свистное и Золото будет скин на Войска на Вервульфов и скин на СР героя, собственно, на Лизу. Вот. Пока что у нас есть только Лоурез, такое всегда бывает при сливах. Более хорошего качества мы пока не найдем, мы, скорее всего, сможем видеть его через неделю. Вот это ЕОЛ скины. Я не в восторге. Это Аники. Апекс. Тоже Апекс. И тоже Апекс. Лиза, кстати, выглядит потрясно. Просто потрясно. Жаль, она неиграбельный персонаж, и нафиг на нее скин, мне нужен непонятно. На этом вроде как новости, которые я вам хотела рассказать, закончились. Если вы вдруг все еще смотрите мой канал, вам полезная информация, которую я вам закидываю, не забудьте, пожалуйста, я, как всегда, оставлю ссылочки в описании, там будет ссылка на мой бусте, где меня можно поддержать, купить мне мороженку. Также в описании будет ссылочка на наш канал в Дискорде, где всегда все самые лучшие новости, там автоматически появляются новости для наших серверов, и мы докидываем всегда новости из китайских серверов. То есть, вся актуалочка появляется в первый же момент. И всегда можно просто обсудить, что вам выпало, просить совета, поныть, что ничего не дропается. Все, как всегда, Дискорд приятный, ламповый и милый. И на этом с вами была Нерель. Всем удачи. Пока-пока.